Палацево-парковый комплекс в Гомеле – одна из главных славутостей областного центра. Как ландшафтный ансамбль, он створился с 1777 года, когда началось строительство палаца. Ученые говорят, что в Вогеле парк существовал тут и ранее, и вероятно возник еще на основе листового леса. Однако новые архитектурные сбудования потребовали другие планировки, а тому работы велись грунтовые. Одночасово собиралась и коллекция скульптур, которые владельники привозили из всего мира. Минавито так, у Гомеля заявился старожитный паганский идол. За оврагом Гомеюк, например, в беседке, как мы знаем, находилась скульптура, ну не скульптура, это по сути дела идол, так называемая половецкая лескифская баба. Она, скорее всего, была когда-то привезена или Ивана Федоровичем Пасковичем, или Федором Ивановичем. Они оба были любителями старины, любителями таких вот каких-то исторических артефактов. И еще одна скульптура, которую плануется усталевать у Гомельским парку, тышится особой самого Ивана Пасковича, одного из былых уладальников палаца, державного дейша Российской империи, генерал-фельдмаршала. Захавалися паштуки и малюнки, по яких можно зарабить вывод. Такий помник до Кастрышницкой революции исновал, але его лес невядомый. После революционной годы были насыщены вельми значными падеями. Некого бронзовая скульптура могла затекавить просто як некольки килограммов каштонного металлу. Хоть у администрации Паласово-Парковых ансамбля не выключаются махчимостям, что бронзовый Паскевич сегодня может заховываться у какой-нибудь замежной коллекции. Але у любым выпадку тут мают твердый намер зарабить докладную копию и вельми спадзяются на допомогу Гомельшан и предприемству спонсоров. Кошт скульптуры оценивается прикладно у 30 тысяч рублей. На самом деле по этому памятнику уже ведется работа более трех лет, изучение, где он конкретно находился, потому что фотографии понятно, но еще будут археологические раскопки именно в поиск фундамента этого памятника, чтобы мы определили конкретное место и на это же место мы его и установили историческое. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания Гомель.